МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тень в жару, прохлада и свежий воздух. Но так ли просто усыпать город зеленью? Тема дискуссионного клуба Сибирской медиагруппы. Построение на подственные слова и взлетающие в небо монетки в Барнаульском юридическом институте прошел торжественный выпуск. Грядущая зима обещает быть теплой. По крайней мере, об этом заявляют представители Краевого Минстроя. По их словам, в Алтайском крае уже активно готовятся к отопительному сезону. В частности, на угольных площадках в Локтевском районе прямо сейчас формируют топливные запасы. Напомним, в прошлом году жители именно этого муниципалитета замерзали в своих домах из-за нехватки угля. А о той ситуации узнал даже президент страны. Может ли история повториться? Расскажет Валентина Аскерова. Вот, купили уголь заранее в этом году. Породы вообще не было в этом году. Хороший уголь. Четыре тонны топлива будут согревать в холода Светлану Азарных и всю ее семью. Запаса хватит на весь зимний сезон. В этом году семья позаботилась о покупке топлива заранее. Ну, обычно мы покупаем в августе-сентябрь уголь. В том году были проблемы с углем, поэтому решили в этом году купить пораньше. В этом году проблем не было. В начале июня мы купили. Ой, цена была 3,300, по-моему. 4 тонны, 15 тысяч у нас уходит по деньгам. А в том году у нас, получается, мы 2,5 тонны на эти деньги купили. С июля деньги лежат, шоферам позвонил. Все, по 20, по 30 человек, за очередь у нас угля нет. В начале декабря прошлого года мы рассказывали о жителях поселка Масальский Локтевского района. Больше месяца люди не знали, где купить тепло. В районе возник острый дефицит топлива из-за перебоев с поставками из Казахстана. Люди выживали как могли, искали уголь, заказывали из краевого центра за 400 километров от дома. Мы у соседей занимали мешок угля, у родственников. Не в нашем районе купили этот уголь. Нам теплее стало. Нам ребенок первый раз лег в ночнушке спать. Они ни в сапогах, ни в носках чередяных, ни в кофтах. Чтобы ситуация не повторилась в мае этого года, правительство края решило повысить предельно максимальные цены на уголь. Более чем на 20%. Но при этом, если люди будут покупать уголь выше предельной стоимости, они могут рассчитывать на компенсацию. На это по инициативе губернатора Виктора Томенко заложен 1 миллиард рублей из краевого бюджета. Допустим, предельник был 3,500, стал, допустим, 4. Он купил за 3,900, ему 400 рублей компенсировали. Сейчас, допустим, с 1 июля, так как предельники по Алтайскому краю поднялись на 4,3%, то ему там компенсируется получается 17%, то есть уже разница 350, к примеру, рублей. Компенсациями могут воспользоваться любые категории граждан. Главное предоставить в органы местного самоуправления платежные документы покупки топлива. За компенсациями в край уже обратилось порядка 600 человек. Тем из них, кто обратился с заявлением в июне, уже выплачено порядка 500 тысяч рублей. Остальным выплаты поступят в августе. Площадка с углем в горняке – 8-9 тысяч тонн топлива. Предназначено оно как для теплоснабжающего предприятия, так и для продажи населению Локтевского района. Для населения поставлено порядка 14 382 тонны, реализовано для населения 12 182 тонны. Это порядка где-то реализовано, то есть по населению это где-то 55%. Но это с тех площадок, которые мы мониторим, находятся непосредственно наши территории. Жители тоже уже научены горьким опытом, с мая месяца уголь приобретается, то есть на два месяца раньше люди стали приобретать уголь. На сегодняшний день потребность жителей края – порядка полутора миллиона тонн. Сейчас в продаже имеется 90 тысяч тонн. Минстрои заверяют, что уголь есть на всех угольных площадках края, и запасы постоянно пополняются. Это регулярно контролируют представители краевого Минстроя. Переживет ли Алтай осенние и зимние холода, а в тепле – узнаем уже через пару месяцев. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. 1 августа в Край завершится регистрация кандидатов, депутатов и представительных органов. Речь идет о городах, районах и поселках. Алтай вступает в самый жаркий период подготовки к самым масштабным в стране муниципальным выборам 11 сентября. Как идет подготовка, журналистам рассказала председатель краевого избиркома Ирина Акимова. Система видеорегистрации, которую мы с вами наблюдали в 2021 году, и которая очень серьезно, очень хорошо дополнила систему видеонаблюдения при проведении федеральных и краевых выборов, по сути дела позволяет нам осуществлять полную абсолютную прозрачность. На Алтае проходит 718 компаний в органы местного самоуправления. По словам Акимовой, самые большие из них будут, конечно, в Барнауле, а также в Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Яровом и двух муниципальных округах – Черышском и Суецком. Всего разыгрывается 5554 депутатских места. Избирателей в Край на сегодня – миллион 700 тысяч человек. Если говорить о представительном органе Барнаула, то городская дума может обновиться весьма существенно, считают эксперты, как минимум в половину. Сейчас к выдвигаемым фигурам и партиям приковано пристальное внимание экспертов. Так ли внимательно следят за происходящим жители краевой столицы? Собираются ли они на выборы и чего ждать от этой компании? Расскажем далее. Вот есть лица какие-то, примелькались там, вот на листовках, на плакатах. Барнаульцы стали замечать приближение выборов. Еще пару дней развернется масштабная агитация. В этом сентябре Гордума качественно изменит лицо. Из действующих депутатов вновь баллотируется половина. А по оценкам экспертов обновится едва ли не две трети. Но кто сядет в кресло депутата? Программу не читаю. Но обычно, если вам честно сказать, я за Единую Россию голосую. Наверное, дела делают? Ну, может быть, не знаю. Я голосую за них. Единая Россия, КПРФ и новые люди – тройка партий, чью работу с избирателем сейчас и видят. Баннеры, встречи. Из старичков выдвигаются, конечно, либерал-демократы, справедливоросы, партии меньшие, коммунисты России, и которые все еще собирают подписи, партии пенсионеров и зеленые родина. Они не опоздали, но времени для знакомства с электоратом все меньше. А это не может не отразиться на результатах. Пристально будут следить за итогом борьбы единой и новых. Последнюю часто воспринимают как альтернативу партии большинства. Там, где новые люди участвовали, процент «Единая Россия» был меньше. То есть это именно государственный. Так, подождите, да, Госдума «Единая Россия» набрала чуть-чуть меньше, чем на выборах Алтайского правозаконодательного собрания, где как раз политическая партия «Новые люди» не участвует. Под слово «Новые люди» люди могут, недовольные действующие власти, они могут и голоснуть. Поэтому, если она появится, ну, это будет развлечение. Эксперты считают, что преодолеть 5-процентный порог, взять хотя бы одно место, маленьким партиям будет вполне под силу. Их главная задача – собрать свой электорат. А это значит ударить в самое больное. В первую очередь – это благоустройство. Во вторую очередь – зеленые зоны, парк, экология. Третье – это транспорт, дороги, общественный транспорт. Четвертое – целый перечень локальных проблем, типа отсутствия дороги или воды. Главная проблема в городе – это дележ, вот это распределение, оформление всех земельных участков. Общественник Константин Емешин уверен, что главные проблемы в программах как раз не звучат, отчего явка традиционно низкая. А сами депутаты в силу ограниченности городского бюджета не способны решить все запросы избирателей. Тем не менее, в Барнауле будут использовать различные методы привлечения электората. В ходе съемок мы нашли жителей, которые сознательно готовятся к выборам. Посмотрю на людей, во-первых, ну, просто внешний вид. Посмотрю, что они предлагают, программу почитаю, знакомлюсь. Ну, из-за этого буду делать свое мнение. А биографии гуглите? Пока еще нет. А на что смотрите? Ну, чем занимался этого человек, почему он решил пойти туда. Ну, как правило, люди определяются в последний момент. Как бы это странно ни звучало, но люди приходят и смотрят, кто где работает, какая профессия, какое образование. И, как правило, если видят слово врач, учитель, ну, такие социальные, будем сказать, профессии, всегда были в приоритете. Минус этих выборов, по словам Струченко, в том, что электронного голосования не будет. А это бы автоматически подняло явку, особенно среди молодежи. В целом же, со следующей недели мы начнем наблюдать политическую борьбу. И по оценкам политологов, борьба будет жесткой. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. Нарушителей в сфере госзакупок становится все меньше. О такой приятной тенденции рассказал журналистам на пресс-конференции заместитель руководителя Краевой антимонопольной службы Андрей Кочетков. Можно обжаловать торги, тем не менее, нарушения в работе муниципальных и государственных заказчиков есть. Так, за первое полугодие 2020 года УФАС рассмотрела 104 жалобы. Основные сферы, в которых обнаружены нарушения здравоохранения, ремонт, строительные работы, благоустройство территории. Финансирование на них выделяются большие, объясняют специалисты, и по ним чаще всего происходят торги. За первое полугодие 2022 года мы вынесли 109 постановлений о привлечении к административной ответственности. Учитывая, что за впервые совершенное правонарушение предусмотрено наказание в виде предупреждения, то к штрафу было привлечено всего лишь 36 взрослых лиц на общую сумму более полмиллиона рублей. Новое направление для любителей шитья открылось в Алтайской академии гостеприимства по федеральному проекту «Профессионалитет». Диплом оператора швейного оборудования позволит выпускникам работать на ведущих предприятиях отрасли и получать достойную оплату труда. На новое направление сегодня подали документы порядка 60 абитуриентов. О том, что свяжет свою жизнь с шитьем, Вика знала с детства. В школе любимым предметом были труды, где девочка создала первые мягкие игрушки и фартуки. А сегодня она поступает в Алтайскую академию гостеприимства на направление оператор швейного оборудования. Были хорошие отзывы от друзей и достаточно много интересных специальностей, которые меня заинтересовали в первую очередь. Посмотрев сайт, можно сделать вывод, что достаточно престижное заведение, так что здесь вполне можно хорошо обучиться. Направление в академии появилось в этом году благодаря федеральной программе «Профессионалитет». Здесь 75 бюджетных мест. Что касается образовательной части, то руководство учреждения говорит, программа на 80% состоит из практики. Для этого академия создает на своей базе образовательно-производственный кластер. На это по проекту из федерального бюджета выделено больше 100 миллионов рублей, еще 10 из краевого в рамках софинансирования. Разработан современный Дзен-проект. Это будет все оснащено по последнему слову техники с точки зрения производственного оборудования. Сердцем этого кластера будет являться учебно-производственный цех, который полностью копирует линии БТК-групп. Именно БТК-групп, крупнейшая швейная фабрика в Барнауле, станет не только одной из главных площадок для практики студентов, но и послем местом их трудоустройства. Компания на свои средства, это 20 миллионов рублей, начала закупку автоматизированного оборудования, чтобы выпускники академии смогли работать здесь в комфортных условиях. На сегодняшний день у нас очень большой дефицит рабочих рук. Нам оборудование много приходит, нам нужно это оборудование использовать. Поэтому сейчас тот объем, который они нам обещали поставить по количеству специалистов, даже, может, и не хватит. Поэтому мы рассчитываем и на это количество, которое Алтайская академия, которое нам предоставит, соответственно, и принимаем попытки сами в смысле этого поиска специалистов на рынок куда. А что касается карьерного роста, то он здесь возможен. Мария работала на предприятии технологом, теперь стала главным технологом. Технологи отвечают за процесс пошива, организацию работы потока. Коллектив людей, швеи, сидят у нас в определенной последовательности и выполняют операции. Вот эту последовательность саму определяет технолог. Напомним, в рамках федерального проекта «Профессионалитет» правительство края, руководители СУЗов и директора предприятий заключили соглашение о партнерстве. В этом году проект направлен на подготовку кадров для легкой промышленности региона. А это новый уровень среднего профессионального образования, практически гарантирующий трудоустройство. Студентам предстоит обучиться всего два года и десять месяцев, чтобы стать настоящим специалистом своего дела. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Скоро они пополнят ряды нашей доблестной полиции. Сегодня у курсантов Барнаульского юридического института прошел торжественный выпуск. Александр мечтал стать полицейским с детства, но признается, что киношная романтика профессии улетучилась уже на первом году обучения. Парню было трудно привыкнуть к строгой дисциплине и распорядку, но желание быть на страже правопорядка оказалось сильнее студенческих трудностей. Стремился к этому в школе, думал, что пойду куда-то в гуманитарный вуз. Потом узнал про БИИ и начал стремиться к нему, готовиться, поступил, закончил с красным дипломом. В рядах будущих правоохранителей немалый представительниц слабого пола, хотя Виктория Саламатова слабо себя уже не считает. За годы учебы стало и физически, и морально сильнее. А то, что нарядные платья пришлось поменять на строгую форму, Вику ничуть не смущает. Говорит, настоящую женщину, и погоны украшают. Эмоции незабываемые. Ты с первого дня ждешь этих моментов вручения первых погон, первого офицерского звания, и как бы спешишь, спешишь. А потом последние моменты, ну это очень трогательно на самом деле. Торжественный момент. Родители, родственники, друзья. Впервые в таком составе на плацу юридического института. Тем добросовестнее должны относиться вы к своим обязанностям, тем внимательнее вы должны относиться к людям, к исполнению своего долга. И обязательный ритуал – монетки взлетают в небо. Так же, как они, в ближайшее время эти ребята разлетятся по своим местам службы. Как заверил начальник института, верны полученной профессии. Остаются многие. Елена Кузовкина, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком. В сибирской медиагруппе прошел очередной дискуссионный клуб «Точка зрения». На этот раз тема не менее острая и проблемная – озеленение городской среды. О пользе деревьев и говорить не приходится. Тень в жару, прохлада и свежий воздух. Но так ли просто усыпать город зеленью? Подробнее в нашем сюжете. Это Мичурин парк. Новый жилой комплекс на территории Барнаула. Повсюду идеальный газон и молодые саженцы. Но жильцы дома обеспокоятся за сохранение территории. Трава жухнет, а деревья иссыхают, ведь за ними никто не ухаживает. Застройщик микрорайона поделился проблемой на дискуссионном клубе. К нам приходит подрядчик и говорит, что я снимаю все обязательства гарантийные себя, потому что за два месяца ни разу не поливалось ни деревья, ни трава, ни кустарники. Мы вложили около 30 миллионов рублей. Мы пишем в жилищную инспекцию, написали в прокуратуру. К сожалению, люди заселяются, видимо, им не до этого, наверное, пока. Но потом-то они получат вот такую картину. И на самом деле, мне кажется, больно на это смотреть. Я, кстати, впервые вижу такую газонную травку. Пышная, сочная. Во-первых, тут устроены хорошие поливалочки, насколько я заметила, уже вмонтированные. Ну, прекрасно. Очень жаль, если такое может произойти, что каким-то образом это закроют или запустят. Я не знаю. Но будет очень прискорбно, потому что, ну, наконец-то, мы в кои-то веке к этому пришли, что у нас появляются такие придомовые территории. Проблема не только частного, но и городского озеленения сложна и долгосрочно, говорят специалисты. Но воплотить проект парка города вполне реально, если соблюдать все условия. Срезаются лишние ветви, потому что дерево еще каждый год пересаживается. Чтобы его корневая система входила в те самые лепестки, делается перешколивание. Вот такое дерево пересаживается на следующий год, на следующий год вот такое, такое, да. И так каждый год. Почему стоит дерево дорого? Потому что оно пересаживается механическим способом и руками людей с применением техники, химии, удобрений каждый год. Напомним, что сейчас реализуется программа городского озеленения. Она уже частично проходит на территории парков Изумрудный и Юбилейный. В планах мэрии обустроить и другие парковые и придомовые территории города. Чтобы зеленые зоны, они выполняли функции общественных пространств. Это сейчас тоже очень актуально. То есть вот началась проблема с площадью Сахарова, да, все сразу забегали. А где мы будем собираться, а где будет у нас там салют, еще какие-то проблемы. Есть еще множество территорий, деревьев, которых нужно вырубать и высаживать новые. Но, как говорят эксперты, если смотреть на город с высоты, то зелени на улицах достаточно. Результаты исследования показывают, что люди все-таки рассматривают наш город как зеленый. Достаточно комфортный и зеленый город. Однако, особенно те граждане, у которых есть основа сравнения, они сетуют на то, что зелени, конечно, в городе стало меньше. Участники клуба решили, что обсуждать разработку парка города нужно сообща. В планах властей в ближайшие годы сделать Барнаул еще более зеленым. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Дни здоровья проходят на новой спортивной площадке. Объект в западном микрорайоне появился в рамках программы инициативного бюджетирования. В мероприятии приняли участие волонтеры и местные жители. Где ранее были погреба, теперь новенькая спортивная площадка с волейбольной сеткой, воротами для игр в мини-футбол и тренажерами. Взрослые, подростки, совсем маленькие жители микрорайона западной мечтали о ней три года. И, наконец, получили долгожданную новинку. Мы с силой, это здорово, когда работаем вместе. Мы рады, что мы прошли в проект и по инициативному бюджетированию. Наш проект называется «Западный за здоровый образ жизни». Мы первые, мы первопароходцы в городе Барнауле. Мы давно ждали этот проект, хотели его, поэтому у нас все хорошо получилось. Мы благодарим главу города Вячеслава Генриховича Франка за возможность реализовать этот проект. Мы очень рады. Спасибо вам огромное. Площадка появилась благодаря жителям сразу шести домов на улицах Горно-Алтайска и Чеглецова. Если раньше инициативные проекты могли реализовывать только территориальное общественное самоуправление пригорода по программе поддержки местных инициатив, то теперь возможность стала доступна и для городских ТОСов. Барнаул по предложению «Единая Россия» ввел это одним из первых в стране. «Спортивная площадка в данных дворах отсутствовала. Был задействован земельный участок, который был практически заброшенный. Были демонтированы погреба, деревья старые уже. И была подана заявка по программе инициативного бюджетирования на участие по формированию спортивной площадки и спортивных тренажеров. Этот проект мы считаем пилотный для ТОСов Барнаула». И благодаря таким инициативам Барнауле станет больше места, где любой желающий сможет повысить свою физподготовку. «Это отличный проект. Мы здесь будем играть в лейбол, футбол будем гонять. То есть на турнике будем проводить, может быть, соревнования». В этом году в Барнауле реализуют 22 инициативных проекта. Среди них как раз обустройство площадок, игровых комплексов, благоустройство аллей, асфальтирование дорог и устройство освещения. Продолжение следует...